Субтитры создавал DimaTorzok 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 Особенно много соляных диапиров было обнаружено в нефтегазоносных местах Изучение соляных диапиров Северный львов Северный львов Веселандского залива Позволит фигизировать разные степени развития этого процесса То есть минимальное развитие это Соряные и подруги Небольшая вздутия солей У нас исходная соля Пытается демонтироваться Но и тем большим Для больших вертикальных материала не хватает Толщины соляного тела Соряных слоев Получаются более и более мощные Более объемные соляные Поднимающиеся тела Соряные диапировки Соряные Соряные То есть чем большая толщина Толщина исходной соли Тем большая масса соли Могут быть влечены в движение Для того Глубины поднимома солей Судя по прикаспийским видам По впадням Для этого 8-10 км То есть вертикальная протяженность эффективна Может быть 10-10 км То есть у нас Это отличает 3-5 км Соряные подушки То есть у нас тоже Особенно на 100-10 км Солей мало Соряные подушки есть У нас длинные приемы 50-70 км При размерах подушек 10-20 км То есть это обычные вещи Там где есть соль на лубине Там это вполне нормальное явление Наличность соль на лубине Соль на лубине Соль на лубине Что известно На сегодняшний день об этом явлении Во-первых, ядро Соль на лубине Соль на лубине Соль на лубине Это очень сложные дислоцированные Флотные зубы Соль на лубине С прямящей лилии В основном, это галитовый танк. У меня там с лица, вода с калиними солями, а иногда без них, иногда с лицами, с песчаной впереди. Ну, в основном, жирный продукт, сложный экзамен. Контакт с геопиром включается, и будут ли секущие и протыкающие. Причем, на подходе к геопиру слои, включающие пород, исходно-аризонтальные, задираются с чистыми величествами. На день 1 возникает полнообразное поднятие. То, что физиум всплывает, поднимая на собой покрытие. Причем, породы покрытии перескуются радиальные и космические волосы на отдельные, не очень крупные, вдохи. И это позволяет, и формулирует так называемую структуру битерейл. Конечного размера, вот немногоугольные, как-то так, повернутые, смещенные, поднимая на собой. Это был относительно долго знак. 80 в первой сантиметре. Скажем, приказки, ведь патра класса передача. Санар механика движения открытый период. Целёной пласт, дрыгающий на глубине. Видит плотности такая как 2. 2,1, 2,0. Сантиметра грамм от сантиметра количества. А перекрывающие породы, силикатные карпанатные, 2,5, 2,6, 2,7 г. Раз это тяжелее. Поэтому, при любой однородности, перекрывающие породы начинают проваливаться в соль. Причем соль на глубине имеет значительную пластичность. Глубина, на которой соль начинает пластично деформироваться, сколько нужно было покрышки сверху, чтобы соль на соль деформировался пластично? Ну, пол километра, километра где-то. В километре уже по недостаточно. Соль начинает путь. Это по недостаточно, чтобы соль стала подвижная. И в эту подвижную соль проваливаются помещающие породы. Там где-то между проваливающимися боками возникают соль ослабленные. Куда соль выжимается симулятором пластичности. Это, скажем, человек, все будет действием по закону. Тяжелая конь и рогкая скорость. Вот, собственно, это и есть механизм движения соль. Выдавливание пластичной и легкой соль из-под более тяжелых силикатных арбонатных породников. Что уж нам сверху надоело. При этом соль подворачивает свои, освобождает свое место и как-то пытается предпринять наиболее обтекаемую, штокоподобную цилиндрическую. Так вот, значит, теперь у вас пироп это работает в общем, чтобы у нас есть диапироп, вот, с этим санцузом пластичным. А вот теперь нужно подробности, как его будем воспринимать. Нам придется рассматривать, поскольку соль диапироп не плавится, хотя она и нагревается, сам твердый телевый поток является техногенератором. Соль нагревается. В сырных шахтах тепло, скажем так. Там, например, теплогенератор, жаждастые высоты. И теплоген довольно высоко. Но его хроники достаточно глубины небольшие, поэтому для плавления солей они достаточно не просто тёплые. Но никак не горячие, не глухие, чем я расплавляю. Это твердотельный поток. Твердотельный поток. Для описания твердотельного потока в структурной геологии, на которой давно, еще в конце 19-го века, была придумана система координат АВС, с помощью которой описываются геометрические параметры колокола. Ось А, то есть углинение. Это ось направления течения материала. Потому что в этом направлении материал пердотельного потока углинируется. Она же мощь углинированная. Ось С. Ось сжатины сокращения материала перпендикулярной к оси А. И вот в этой течении нейтральны. То есть ее могут быть сжатины, но незначительны. Они уступают и деформациям ПАС, и деформациям ПАС. То есть такой трехкорстный липс. Знакомый с рестологией, знакомый с геологией геологической. Так вот, благодаря описанию вот таким геологическим параметрам, в структурной геологии было установлено, что формирование известных нам, опять же, существующих складок, возможно, происходит параметры. То есть и разные типы складок. Если у нас в направлении оси А вектора движения могут иметь возможность несколько разходиться, то есть свободное место. То есть движение в воде такое место, где вместо свободного обочины вектора немножко расступится. Такое происходит когда? Когда у нас поток расходит по верхности земли. Переход свободнее, для подавления больше, наверху меньше. Вектора могут немножко расходиться. В этом случае возникает, вдоль оси В, возникает небольшое растяжение. И у нас там вырусили с вами известный сортфакт инвестировал курса в комике, складок поперечного сжения. Если же у нас ситуация обратная, то есть вектора движения А сходятся в направлении потока. Не расходятся, а вот сходятся. В таком случае В возникает условие небольшого сжатия. И формируются складки другого типа. Веклевые складки. Веклевые складки. Веклевые складки. Значит, в культурной геологии еще в середине на закладке их назвали В складки и А складки. Ну, это ничего сложного здесь не будет. Движение от меня к вам. Вот складки поперечные улучшения. Движение от меня к вам. А складки в оси складок поперечные направления на движение. Понятно, да? Вот. А вот такой вариант. Движение от меня к вам. Вот складки сориентированы осями вдоль водопа. Потому что из материала попадает узкость. Вдоль водопа. Это вот А складки. А вот, ну что говоришь, на этом расслой. А ничего особо хитрого. То есть, это в геологии известно и пищи. Так вот, А складки характерны для... А складки для трубуки в горизонтах. Уходят светильные деформации. А В складки для поверхности. Горизонтом для условий свободный. Весь место туда расширится. К чему это приводит? К тому, что, к примеру, складки. Сказки для давления Via B. И то переходим на эти слова сламцы Estov near I уже что-то. Вот, и здесь у blank E. Вот, и здесь, в... Это без складки. В направлении движения устанавливается по штрихамовское движение по уединениям креста. У генеральных единиц. Генеральные единицы, поперечно к гребнею. А здесь, в таком же планке. На гребне религ routes параллельно гребнею, то есть на боковом полисе хорошо видно, перерывы просто а сладкий большинство и в одной и той же породе, по идее он сложен вопрос, что в условиях этой породы это вот эти речи, то есть тут у меня нет ничего особо нового нет, просто повторяю, что вы же наверняка забили они хорошо брали в разных породах в мраморах, в лестерных планах, в месах в маленьких фотографиях это фотография образца это фотография сухого однажды это фотография стерстей шарты то есть садились на самого разного масштаба можно длиться направление потока условия сжатия формируют вам закручивание складок материала в направлении в направлении хищи направление потока направлено влево-вверх от фотосильфа вот на гребне ассистаны гиганты на мебельность сладкие лежачие сжатые это не будет довольно крупные то есть это все равно спустаненные вещи еще в любой среде синеградные, тормональные, зеленые дизайн теперь посмотрим условия течения соли холиных диабиров если бы у нас исходное залегание флоста это пласт и горизонтальное залегание это нормальная пласт при подходе к диабировой калии у нас начинается движение соли цифростремительное со всех сторон к камере подтекает материал при этом вертикальное сечение потока резко расширяется а в диабировой камере вертикальное сечение то есть горизонтальное сечение сужается к нему то есть вертикальные сечения по рожде Ну что, в этообрат приводят к турбулентному закручиванию потока. Это гидродинамики и газодинамики известные действия. Ресурсные двигатели, модель такого потока, это форсунка с концевой камерой. Камера с концевой форсункой. В приборостроении, в двигателестроении, измазно распространенная модель, на которой все-таки светил. И турбулентность внутри обязательна. Поэтому поток соли в камере никак не ламинарный. Это турбулентный цветок. А про шпата у нас возникать, у нас происходит вот эта ситуация. Схождение векторов потока и формирование аскладок. Причем в форме камеры это аскладка с вертикальными шаммерами. С вертикальными шаммерами. Сходим на такую толщину, которая очень меньше. Потому что нужно сжиматься во все более и более высокую горизонтальную площадь. Естественно. Т.е. вот как оно по идее должно быть. Теперь посмотрим реальные, стрельни реального черного радиопера. Это Украина, Закарпатье, Соловлино. Советское насторождение. Чем хорошо изучение этого радиопера, что там скрыт шахты. Это не шахты стоят без крепления. Это огромные камеры для того, чтобы вы вымешивали камеры подземные без крепления. На грудной стенке солей обнажены корректоры, залы, все что угодно. Все видно, можно мерить, зарисовывать, сфотографировать, ходить по ОПК. Было. Но, к сожалению, шахты на своем месте не затоплены. Об этом мы еще раз поговорим. Значит, где находится? Это рекордисса, пограничная сауния, поселок Соловлино. Грязная дорога, автомобильная дорога на Рахар на Укра. Это вот здесь, пограничная сауния полоса. Ну, там у него развертые. Значит, в основном эти пир. Это тело по выходу. То есть, примерно 2,5 км. Расширяющиеся с глубиной в разные стороны. Более-менее по глубинам. Но, при поверсенной части, по полуе контактов солей, не чаще всего, это уже по-другому. То есть, 70-80 км. С глубиной они немножко по-другому. Соль, с какого-то газа, который поднимается соль. Это примерно 2 км. Это неогеновая соли. И по длиннии, в ходе метеоразовых, газопоистовых провод, было отработано солдатское место рождения газа. Соль будет в качестве покрышки. По ним, они там, скульптурные элементы, это что-то. Было небольшое место рождения газа. Оно уносилось, что здесь уже было. Вот, да? Они большие. Вот, вот, привязан с 2 км, это соль поднимается к поверхности. Соль движется и по сей линии. Значит, геоморфологическое положение Диагира, это первая, вторая напоминная терраса и тисы. И в последнее, значит, соли перекрыты галечниками, тисками, там, Диагира. О чем это говорит? По территории Диагира, последние несколько 10-20 тысяч лет, текла крупная, пресная, горная река. Которая река. Для соли, кстати говоря, пресная вода, это сверху, средство сверху. Вот. Но! На сегодняшний день мы имеем на территории Диагира не огромную целая ракарсовую воронку, заполненную алюмией, а выход из соли на поверхность. И соль ломает загоры, тропинки, ну там, эти же самые террасовые положения. То есть, она почти выходит из-под земли, движение продолжается и по сей день. Река не смогла справиться с солью. Соль соль ломает. Причем, разработка соли довольно... Настоящая, в последнем веке, разработка лилась, концепция соли лилась, она лилась двумя шахтами. Одна шахта по юмору ФАН, юмор 8, наша бывшая, новый юмор, заложенная еще в 1886 году, и проработавшая до начала 21-го лета. Отрабатывалась схема выемки соли, это камера под камерой, серий по серийку. Это квадратный метад, поивычные камеры, на 100 метров 40, длина сколько там получится, ширина метров 20. Вот. И четыре яруса, серса 21-й ярус, потом 3-й четвертый, пошли на 5-й, потом все же, соль не высокого качества, встали и решили брать на 11-й. Вот шахту не сможет. Это по южному флангу, где это было. А по северному флангу, шахту номер 9. Запустили месту с 75-м длину. Причем, тут схема отработки шла горизонтами сверху вниз, в первых килограммах, а тут решили отрабатывать снизу вверх. Когда мы закопались на самую глубину, решили подниматься, вырабатывать эту поверхность. Отработали первые границы. Начались романия шахты. Гидрогиологическая ситуация в районе очень сложная. И на сегодняшний день, после дополнительной борьбы, обе шахты закрыли. Восьмерка. Потому что она вырабатывала свой ресурс, отрабатывала 130 лет. И там просто кончилось все. Упустили в запасе. А на девятой шахте не справились с притоками. Насколько, вы видите, были большие притоки воды под землей, что насосы уже перестали раскладываться, и было предназначение за фиг шахты. К сожалению. И на то, что зашли мы пить будем. Потому что фиг шахты было 2, и желательно. Добыча соли в этом районе была основной. Выработки с первой стороны, это еще и по нашей эко. Соль возили по Тиссии, по Дунаю, и чего-либо. Добывали шахты старыми, старыми шахтами. Добывали во время Натальио, это была авторизерская империя. Бывали старыми шахтами, если я, это был новый шахт, а старые домики. Заживали небольшими шахтами, кто-то утонул. Опять же, их почти все топило, потому что они не засорные, не гранились. Территория не пустынная. Это Закарпатия. Индюсивные дожди, снег, поводки. Подземные воды очень богатые, а под надями сих. Некоторые исправлялись, добычи не будут исправлять. Наиболее крупная шахта, седьмая, международная и девятая, это Хрущевский времен шахта заложения. Мы все-таки сделали большие и крупные выработки, тоже исправились с водой, повалились потолочено, с водой. Т.е. вся история от Солдовского саверонника это вкусная борьба с подземной водой. Не то, когда больше соли стоит борьба с подземной водой, это вообще не мешало правду. Ну, то ладно. За три минуты. Т.е. вот такая вот история такого всего соленоповывающего района. Как это выглядит? Ну, это вот примерно по поведению. Там же видно по застройке. Там же застройка на конкур соли не выходит. Потому что под тобой все шевелится, то проваливается, то всплывает. Значит, среди даже сарая разваливаются все низы. Т.е. застройки там как и речи с ним. Т.е. это вот, то, что я вам рассказываю, седьмая шахта, это вот провалы на месте седьмой шахты. Это озеро. Это провалы на месте старых шахт девятнадцатого, семнадцатого, семнадцатого веков. Это соленое озеро. Они сами там время в времени выкаривают соли, начинают выкаривать местные там буквально соленые холмы. За моль, за две, за сутки выкарают соли с подземью, дышим, утесами метров по пять, по десять. А потом они долго-долго распаряются дождями и входят в подзем. А потом выкаривают следующий гор и так, если бестеринец. То есть только раз наездли на практику со студентами все девяностые годы, то каждый год новый маршалон-шафт, новый рельеф, новое место озера старой затимки покорожило и утонули они, и новые уже провожали. То есть там все шевелячие все постоянно. А эти озера живут на месте старых шахт еще восемнадцатого и девятнадцатого годов. Это вот юный план, то есть область шахты номер восемь лет а вот уже провалы выработок верхнего горизонта шахты номер восемь. А это вот постройки шахты номер две и вот это вот затопленная шахты номер две То есть вот и так это все им все же вещество А теперь что то есть по я там работал по договору с самым специалистом по угланию им нужен был прогноз качества соли на новых выработках а разведач то есть это модель геологического строения которая была построена в ходе геологической разъедки месторождения перед передачей в эксплуатацию такого прогноза надежного не допала если они ошибались чтобы им нужна была другая структурная модель другая структурная модель месторождения на самом деле можно было бы прогнозировать вот они есть поскольку они на практику приезжали в первые церкви и крикали сидим попросили, а сделайте нам такую модель ну, хорошо, давайте мыть и вот, значит, дешевский ветер туда ездил и строил эту модель изучал детеки, знал, что там делается исходя из того, что я знал и умел в отношении метаматических пород не осадочных это речь идет о первоедельных потоках а это то же самое, что метаматические и вот что показали их наблюдения выработных то есть, во-первых, сами соли сложенные кристалли которые, вы знаете, как кристалла власты то есть, углиненные, единообразные вот эти антикристаллики гранит причем соли-то более чистые это, по сути дела, чистый гранит иногда небольшая глинистая примесь которая дает порочность вот, собственно, она и портит качество всего а, вообще-то, меленькая чистенькая соль гипса нет, глины соль нет, буйки соль нет в общем, очень чистое, хорошее месторождение в общем, в общем, и кристаллики просто обжала соль именно влоги стали, которые свои соли глинили вен, вене, 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 вене все и кармане все хотим сказать возле качественные насоли очень хорошие вот, но удлиненные кристаллики соли плодают породу в дальнейшую упаковку в итоге, соль имеет генеральную линию вене в тексту все кристаллики вытянуты в одно направление Ну, это выглядит вот так же, как, скажем, его внешне. Вот у вас в поперечном сколе в полочности не видно, монотонная огородная порода, а сбоку она полосатая. Почему? Ну, это как пучок, карандашик. Это генерализм. Обязательно, вы видите себе пергодица в петраже. Обязательно свойственный метаматический план. Если бея не сидел, надо дверка посмотреть, потому что не метаматический план. Это обязательно. Сложно сказать, что вы не другими присвоите. Полочистые. Но при этом мере есть параллельно полочистые. Не протыкание гибр. А он выклодит этого пучка. Сложно сказать, что это, как у вас, на самом деле, те самые филанцы. Сложно сказать. И генерализм тоже лежит в плоскости, смятой полочности, не протыкание гибр. При стороне вы, приехавшись с одном комплектом, то же самое гибр, скажем, в петраже. Генерализм, оттекая в каждой персонале, в те же глине, в петраже гибр, сориентирован параллельно к гибр. То есть после зарисовки текстур, а в выработках измерялись и наносились на планы шахтных милиционов ориентировки неполученности, килигейности соли, компаса, например. В итоге состоялись в планы шахтных милиционов. И девятое шахтные, восьмое шахтное. Потому что желтенькая, качественная соль, глинестые тела, остальные соль не очень высокого качества, зараженная глинестой. И вот интересная была соленозабытчиком, именно конфигурация тел хорошего, высококачественного соль. Как она ведется в разъезде? В разъезде мы с вами в объеме. Какая выработка стоит качественность, какая не дать? Какой метр? Вот это, собственно, была задача, которую я решила. Терпмерная модель распределения, не только структуры гибр, но и распределения по язвенского пальма в структуру гибр. На чем тут начинается? То есть, вот такие банки были составлены. Тут, видно, в другом городе выработали, но и так сейчас посмотрим. Оказалось, при изучении, что складки, из которых состоит диапир, эволюционируют по мере подъема соли. На входе, где первую камеру, залегание соли плоско-монагринальное и параллельное контактное. Но уже примерно в 20-30 метрах внутриконтажа нарушается, начинает расти серия симформных гребней, симформных складок. Смотрите, что-то падающим камнером, эволюционируют, начинают выдавать симформные складки. Не симфональные, а симфональные. По мере, развитие процесса. Осевая поверхность симформы изгибается в спираль, и за мою форму вытекается в своё желтное правое крыло. Вот сейчас это спиральный складок. Ну, просто симформ, а через оси закручены спираль. То есть вот примерно такая вот объемная конфигурация. Вот одна из них закантирована на горизонте, на основном из горизонтов сахтинного корпуса. То есть вот такая вот вот-вот-вот складка, закручена спираль, и вот сложно смятый замок, Ну, тыкающий, собственно, крылок плоский. Ну, с очки смялся. Видите, просто вырабатывается. Вот вообще. Видно хорошо. Ну, когда у нас можно сделать. Причём размеры складок небольшие. Это вот, ну, 50-50 метров. Не знаю, сколько, 100 метров. Это не небольшая. Но! Получается, что весь объем геопира заполнен вот такими вот складками в дальнейшем упаковке. Вот я здесь на предыдущем плане хорошо вас люблю. Вот одна, вторая, третья, пятая, десятая. Видите, один похожий лик, как и еще один. Вот. И помимо друг друга, здесь не амсо. То есть вот такая вот конструкция. И у нас будет. Вот. Но оси складок склоняются по направлению переключения швы. Это А-складка. То, что я вам показал самым причем. Это А-складка. И вот, в общем, это интерьер первое, потому что у нас будет такая. И что у нас в подтекающей стороне? Зеленировая камера, подтекающая из пласта, из пласта, соль. При контактной зоне течение еще ламинарное. Причем, чем выше поглядеть, чем выше эта ламинарная зона. На самом деле, все хуже, 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 хуже. Тут метров 10-40, тут метров 10 всего. Вот, с этой стороны. Основная часть зефира, турбулентная зона. То есть, там, где закручиваются с пласта соли. И траектория движения каждой частички соли. Это восходящая, правосторонне закрученная сперва. Ну, турбулентная зона. Причем, именно турбулентная зона, у нас максимальное развитие глинистой примеси. Почему? Потому что вот в такой камере, в конической камере, с пароизальной лицевой форсункой, в придорной части, раздекает электропротекционная веклевая зона. В которой подхватываются обломки подстилающих пород, выдрасываются вверх соли и замешиваются с солью в общем белье. И получается ухудшение качества соли. Почему большие выработки старых шахтов 19-го века не получаются? Закладывалась шахта, копали соль, а она вылезла. Она вылезла. И качество было не вылезла. А хорошая белья газа. Вот так вот вылезла непополучительно. А пока она еще не смешалась, как следует с белью. И там соль была хорошая. Делала хорошую запись. Вот это собственно. И причем стоять в помощи на задание. Ну это в Закарпатии уже гумидный климат. Много фасатов. И там выход соли прикрыт. Вы сами видели. Луговинами, озерами, проваленными воронками. В пустынях этого всего нет. Там все сухо. Соль уходит вверх. И может растекаться от места выхода в разные стороны. Он называется разными клетчерами. Языками. Вот. Это и рама. То есть при субновении между двумя спиналями. Выходит со мной диапир. И растекаются сусори его во все стороны. Вот это уже более крупный план. Вот. Выходит со мной диапир. И у нас со мной диапиры растекаются сусори. То есть когда ручки текут. То есть дожди выпадают. Потом оврашки не пробывают постоянно. Но все быстро высыхает. И это завтра. Такие диапиры вполне сохраняются. То есть такие песни. И они изменяют состояние. Вот еще пример. Уже иранские варианты. Антикриарная шлака. Все выражены на рельефе. Диапиры прорывают крылья шлака. И дают однонаправленные языки. Вот. А вот с вечера, чтобы без языка просто прорывался в своей поверхности. Вот почему темные нестеносные районы. И столь бетоненосные. Она еще и черная. У нас в берега. Вот это начинает еще и черный бетоненосный. Это взберанное. Вот. А вот такие же сажарные вечеры. Текущие по дну мексиканского залива. Вот тут и Миссисипа. Вот. А вот эти языки. Соли, выходящие на поверхность дна. И сползающие вниз по дну шторолок Двина Каримского моря. Там уже под Ситарским заливом мощная, несколько километровая площадь римовских салей. Вот это вот. Дети проверили. Потому что арктик плачевых. Вот здесь. И да. У меня тоже. Дети проверили. Дети проверили. Дети проверили. Дети проверили. Там в гости у Хунигас. Что там рассказывали про Ситарский залива. Что там заодно про профессиональные салейные гречи. И вот это все. Что-то я предсвечаю. Я ничего не задевал. Ну, заказ на заказы. Салейл у них. Работу я им сделал. Очет издал. И потом по результатам тех этих работ. Я, значит, уже в 21-м веке выдал после стопления шахт. То есть я написал какую книгу и издал ее. По свободной специализации. Почему? Я вложил в нее все фактические данные, которые наблюдались мной и не мной в этих шахтах. Потому что повторить эти наблюдения и измерения уже не получится. Шахты затоплены. Чтобы добро не пропало. Ну, я что-то делал. Свел кучу, где-то так. Монографии есть. Кому интересно, возьмете. Это бесплатно. Здесь не хватит чего-то бесплатно. Так вот. Метод для чего-то было нужен. Мне было очень интересно. Как строительство современного биопира в том смысле, что это есть природная модель гораздо более распространенных, более древних образований. Это природная модель гнейцевых пуполов архея. Которые так хорошо изучены. И в основном, если это свое взрывное изобразление. Нет. Не изучены. Потому что там нет никаких шагов. А механика формирования, она это всплывание более легкого и пластичного материала. И проваливание более тяжелого материала в пластичный сорт. Что это такое? Вот пример гранитийского зеленокального пояса. Это вот такие вот округлые образования. То есть диаметр, как видите, в десятке, а потом местами, как в сотке километров. Сложенные нитократовыми силикатными породами. Это гнейцы, местами гранитами, гранитами. А между ними, занимая промежутки между кулами и приспосабливаясь по форме к ним, располагаются зеленокаменные сингвенальные. Почему зеленокаменные? Они словно зелеными слабцами. И форма сингвенальных в куане. Что такое амебридное заливообразное. А в сечении они килиридные. 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 То есть это провал, скрывающийся провал между воздумающими сингвенными кулами. Процесс идет с нагревом. Поэтому кое-что где-то плавится. А в ней среди мотива это плавные породы. Поэтому здесь, на береге крестиканы, еще и усложняющиеся картину инклюзивные магматические граниты. Чтобы того, сейчас в сияющийся случай, мы не ходим. Вот внутреннее структурие, где первого особо не изучали. Хотя на нее натыкались постоянно. Более того, в области шагалась постоянно щита. На архейских блоках щитов. Это западная Австралия. Это Швеция. Это Карелия. Это наше Приднепровье Украинского щита. Приднепровье Украинского щита. Это, может быть, и подбор. Приднепровье Украинского щита. Вот это канастые щитки тоже много этих образований. Причем, они характерны именно для протерозов. В возрасте этих образований, в рентгенеющих куполов, или зеленокаменных коясов, это рутерархи. Франдиарные 300 и дальше. Протерозовые, они практически не наблюдаются даже в раннем. А уже в позднем, по сути дела, с педагогических совсем нет. Там ситуация другая. А в чем другая. Движения материала в этих куполах субвертикальными. Это скрывание чего-то там и утопление чего-то там. А все более поздние движения протерозовские уже имеют ориентировку линейности. То есть складываются вертикальными линейностями. А все движения протерозовские имеют на долгом вере. Уже восстановлены. Она уже субгоризонтальна. То есть. Другая герархия протерозоя. Франдиарных изменений с куполом. Показывает нам смену тектоники мира. Плюм тектоника архейская. Сменяется плей тектоникой. Коллезионы. С протерозой и дальше. Все архейские хранения соединокаменных областей. Это реминировые области, которые остались на щитах. Сейчас они уже не формируются. Но герархию посадить можно. Места они занимают довольно большие площади и в Африке, и в Австралии, и в Европе, и так далее. То есть в одном месте, где изучение основного диапера позволило показать, что внутреннее строение таких вот внешних уроков, это тоже сжатые между собой турбулентные сладости с вертикальными шарнировыми герархами. Ну примерно такая. В зверткальной области интересные герархи в зверткальной области, потому что гранитые и мигматиты зверткальной областей урононосны, а сегринальные между ними золотоносны. То есть в моем случае Борис Дескайбайна предположены металлогенические праницы, крупные праницы. В Канаде, в Австралии, это все процессы. То есть вот так примерно устроен единственный кукол под Нарвейсом. Это сложные каскады сжатых бездармоничных складок с вертикальными шарнировыми закрученными куколами. Ну вот у меня все. Давайте. Какая на вашу думку была разница в гостях у зверткальных и гернесовых наук в археях? Значит, перекрывающие породы, то, что с верткальством, это бывшие базальные куколы, то есть плотность прятка 3-3. А плотность границ там имеется. В инфраструктах порядка 2, границ 2,5-2,6. То есть там перепады плотностей довольно значительные. Даже больше, чем у Савеи и у Чайчих породы. Возникали и в тех условиях, когда у нас получалась ситуация, что системический материал, поливоспатовый материал, оказывался перекрыв базальными потоками и погромами. А археях оказался тем, что у нас был достаточно сильный прогрев верхних горизонтов земли, метро еще доделал по человечеству, и земли. Градиент был очень высокий, температура на поверхности 5-4-х сот, а на зубине в первые десятки метров уже вообще расплав. Всего-то, чего там не было. И поэтому предоходился там к тепловому градиенте. Естественное дело, что сферический материал привлекал пластичность, и всплывал из того тяжелого базальта или накапельного, потому что это вот две лифты по крови на плазине, но если у вас ждет что-то пластичное, я не знаю, что это было разводо. Разрешите этого вопрос? Пока что у меня по, именно, по осторожным диапирам. Первый вопрос, у меня интересует именно ваше мнение и определение, что такое кепров? Хочу бы... Без них... Без них... Это, как раз, продукт взаимодействия, поднимающегося диапира, с грудовыми или очень грудовыми поверхностями рук. То есть, что она просачивается в речи, как выщелочивается соль, что может выщелочиться, и остается то, что раствориться не может. То, что... в... в... терминологии солевиков салатина, это штука называется палак. Вот. Вот их икрот. То есть, это нерастворимый осадок солей сверху. Чем суше климат, тем более эвапоидовые генералы будут остаться на месте. Это загиб, состоялся там еще местами бараты. Вот. А в гумидном климате только длинно. Соль уходит напрочь, нижний, который уходит напрочь. То есть, это распорение в верхней части того, что не до спутна растворили ли выносили. То есть, вот и нарячусь. Сержат красовые воротни, и кое-что нерастворимое остается там, здесь. Это глинистая покрышка, и есть лица вот тут. Поэтому и метров 5-10. И второе у меня вопрос, это... С чем связаны сульфидные месторождения на вершине диапевы? Ну, например, вот открыли в Харьковской области эти сульфидные месторождения? Это наложенный процесс. Это генетермальные? Да, это генетермальные образования, которые наложились на все подряд, на что попало, в том числе на китров. Эти глина. Это генетермы, которые получились от генетермийских деформаций после матрифских китров. Деформации, что привело в движение подземной водой глубокого занятия. Они сформулировали восходящие потоки. И сформулируют целую провинцию. Генетермальные сульфидные месторождения. Самые крупные объекты в этой провинции это Никитоскаево-Тутное месторождение. И после этого подложения вот это Дружково-Тахиновское месторождение. В одну сторону и в другую сторону там возникли золоторудные объекты, на главной же инфекции, как и так далее. В южнее возникли полиэкторические объекты, там на горочке. А вот в сторону где просто Никитоскаево-Тахинов эта же провинция генетермальных проявлений сформулировала серию небольших грудопроявлений свинца и цинка и вот это самое крупное Неляевское месторождение свинцового цинкера. Она, естественно, крупная. Потому что поисково-отсоциализм работа, которая проведена по сумме металлов за миллион тонн. Сумма свинца и цинкера, а у метров Советского Союза тоже крупная месторождение. Суммарно за миллион. Крупная генетермальная в 300 губинных. Это нормальное образование и ябросы. Все нормальное, все гибкое, живое, накладывающее наше попало в том, что все эти антикринальные зоны я не хотел выезжать, а тем более осторженные диетерами скреживаешь в самом деле, что они где филолайз на собой скрещены, покрывающие крови. Удобные места для проницаемости и деградурных. Верки, что вода не пошла. То есть, для первых делает проход для интернета? А вода воскручилась в те места, куда могла пройти. Спасибо. А по мере раздевания, когда вода подходит, вода подходит в более низкой температуре, в более низких говне. И что-то, чего-то насосалось на воде. Расправили во всей теле. Что-то сбрасывают в носа. Получается оживление. А какая-то сложность не может провоцировать осуждение? Есть одна химическая химический барьер. Ставали наоборот. Слинцово-цинковые расколы, которые формируют цинцово-цинкровые места воздействия холоридно-наблиевые расколы. А уже выпадение в носа, потому что у нас там появляется больше серый, чем положено, больше тисторона, чем положено, или больше гормонета, чем положено. То есть, мы получаем синицинит, бризит и так далее. А если с яблочкой галинической линии, а если вы срозы получаете описы, цель поли, и дуя, и так далее. То есть, мы как-либо делаем. М-м-м. Мы отмеляемся, что же я ее вручаю? Нет. Потому что это... Актуально. Надо строить шахту. Там карьера нельзя, надо строить шахту. Если построить шахту, то можно и добыть, чтобы не добыть. Зарушая рука. Чего можно здесь? На то, что идут, где 300 метров, только осень, и разрушать, вон. Верим поедет. Причем там цинк больше свинца, и что-то цинк дороже. Когда я работал по полиметалу, нас одновременно ими тренировали, чтобы мы стали лучше свинцовым. И что это будет дороже и нужнее. Больше дефицита, чем цель. А сейчас на коробке цель больше дефицита, чем цель. Я вас поможет. Чем-то поменять? На студии Сергей Владимирович. Мы дякуем вам за цикл добыт. Приятного аппетита. Рыбовсе. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok